Так, перед нами книга «Эсфирь». Я и скажу, что вы ее прочли. К ее особенности этой книги я вас просил задать тексту вопросы. Вы можете мне их задать? Задайте мне вопрос. Вретище, да? Вретище – это для меня измерения блоки. Как правило, делалось из верблюжьей грубой шерсти или из войла. Иногда привелось к такой тканной основе. Это носили аскеты на Ближнем Востоке, умерщвляющие плоди. Очень неприятно, когда к телу грубейшая такая шерсть. Она постоянно раздражает, и человек легко потеет, а покрывается струбьями тела. В общем, для самоуничижения самое оно. Это вот такое вот вретище. Это одежда скорби, поста, покаяния и смирения блоки. Грубая-грубая покрывала. Ну, вроде такого пончо, только очень грубая. Из нечестанной верблюжьей шерсти. Еще есть русское слово «влосяница». Это то же самое. Да? То же самое. Влосяница – это не девушка после салона красоты, а как раз вот наоборот. Вот такая штука. Значит, у нас есть одна книга, есть вторая книга. И сколько бы книг вы не взяли, уверяю вас, там будет написано именно так. А что вы взяли в интернете, мои дорогие, то нужно выяснить, на каком ресурсе вы были. Значит, никаких македонянинов и никаких упоминаний Бога в этом тексте нет. 17-й стих, последний в 4-й главе. Но тут возникает любопытный вопрос, откуда вы это взяли, кто это прибавил, кто это, так сказать, занимается какой-то самодеятельностью. Это само по себе интересно, да, как детектив. Но прямым сюжетом нашим не является. Так, скажите, пожалуйста, почему они бросали куринь, да, значит, бросали жребень? Что значит они бросали жребень? В какой день потери сливы и времени? Да? А что? Что-то? Чем-то? Зачем что? Зачем резать? Резать всегда хорошо. У нас есть определенное время, жребень. Да, ну а как же? Ну сразу, а они до конца года это отложили. Нет, они отложили, вы не путайте, они отложили, пока гонцы доскачут. А уж какой-то конкретный день, конкретный день определялся жребием, как многое в древности определялось жребием, или, например, показаниями астрологов, или гаданием по внутренностям птиц, или там по дуновению ветра, и все эти вещи, сейчас это нам кажется дикостью и предрассудком. Еще Юлий Цезарь законодательно запретил гадание. По внутренностям там убитых гусей, орлов, и говорил, что это все бред, но народ верил. А это тоже разновидность жребия. Значит, к жребию народ прислушивался. Поэтому пусть жребие вас не удивляет. Это такое свидетельство древнего образа жизни. Вот а что жребие, это же рука судьбы, вот как судьба укажет, в какой день свершить такое-то предприятие. Судьба укажет, вот в этот день пойдет. Таким путем. Кому он собирал вот эти 10 тысяч талантов серебра? Я отвешу в руки престарников. Это Аман отдает царю. Когда царь говорит, что жидов мы вырежем, а бабки, они же налогоплательщики, они же платят налоги, и немалые. Как бы это вырезать дело не хитрое и хорошее. А налоги, а казна пострадает, а они богатые и платят много. А тут ему Аман и говорит, мол, ваше свидетельство, не извольте переживать, бабло мы возместим. У меня есть сумма, я ее отдам. Так что казна убытку не потерпит. И сказал царь Аману, отдаю тебе это серебро и народ. То есть раз ты готов так пострадать за интерес казны, не нужно денег, хрен с ним на тебе. Раз они тебе так не нравятся, вот тебе перстень давай, и деньги оставь при себе. То есть это жест такой, благородство царское, царская щедрость. И с царской щедростью наградил. А вот какие ваши варианты, почему он из Филипп так уж этому евнуку приглянул, что он аж ей... Кто есть евнух? Царь? Нет, евнух при царе. Евнух, который стражен, не который страшно ловит, а который стражен, что он аж ей дал семь девиц, достойных приездового царского. Из дома царского. Она никто не говорит, никто она от всех скрывает. А вот такое есть сразу. Причем от евнух. Это хороший вопрос. Но значит, евнаха про мой заинтересованности не было. Могла быть только косвенно. Но косвенно же никто не отменял. Но вот это вот из тех вопросов, которые я услышал, этот кажется мне самым интересным, поскольку он показывает глубину вгрызания в текст. Над этим стоит поразмышлять. Еще что-нибудь? Прыжки между событиями. Началось с того, что второго царствования, потом второго царствования, уже сильного царствования. Как в любом кино. Как в любом кино. Прошло пять лет. After five years later. То есть прошло пять лет. Ну, долго искали. Смотри на царских невест. Наблюдательность ваша похвалина. Но сам вопрос не кажется мне уже особо важным. Ну, прошло пять лет. Вот столько времени искали по огромной державе. В державе сколько было государств? 127. А надо было, чтобы все. Как же вы наши красотку не взяли? Ни хранили, она же красивее всех. Да? Значит, пока они все доскачут. А они же от Эфиопии до Индии. Представляете себя? Это надо всех свести. Город Шушан, да? Сузы. Это юг современного Ирака. Это сейчас там город Басра. Посмотрите на карте. Это возле Персидского залива. Ну, примерно центр этой огромной империи. Ну, от Индии. Представляете, сколько туда пилить. Через пустыню. Из Эфиопии. А мысль была, чтобы из всех уголков царства красавицы приехали. Это же непростое дело. Прямо без вселенной какая-то. Да, это в своем роде было так. У персидских царей устраивались такие смотрины царских невест. И это было такое грандиозное мероприятие. Кстати, те, кто не проходил, они тоже награждались. То есть, их никак не осуждали. Потом отправлялись в свои земли. И в зависимости от наград, которые они получали, они могли выйти замуж за сановника крупного, да, или там за военачальника. Мотивация была высокая у всех, да. И очень гордились перед собой. Лоскутная же была империя. Это был, ну, как сейчас футбол, или тот же миссиселенный, да. А вот наша-то девка, у тебя орла нос остальным, да. Наша вторая вернулась. Ну, не первая, ладно, да. Но вторая. Да, вот из нашей области, вот такая, значит, девица. Это все реально было в Персии. Почему это, если люди пригнались, откуда? Вот это интересный и важный вопрос. Вот это вопрос интересный. Я понял, а вот, это хорошо, может быть, вот он привязался к этой оси. По-моему, действительно, было неприлично. Женщину, жену демонстрируют там пьяным мужикам после недели. Потом, видимо, все убились. И, значит, решил похвастаться своей женой. Дела хорошие. Брынсалов, я помню, голую задницу своей жены снимал по телевидению. Это можно отнести только к человеческим парламентам, да, что у нас? Это пьянство, а пьянство – бой. А в пьяном виде человек еще и не то, не то, что там задницу жены, а вот и государственную тайну. Я думаю, если бы царь меньше бухал, этого бы не было. Но он не мог меньше бухать, он тут таким описан, да. То есть он пьяница такой, довольно горький. И у него, наверное, было много жен? Да. Нет, я думаю, жен было не так много. В основном были наложницы. Жена была одна. Вы помните, я вам объяснял разницу в статусе, да? То есть и жены были тоже в разном статусе. Были наложницы. Сейчас этого нет. Сейчас вот это христианство с его этими делами. Один муж, одна жена. Ну и мы видим, к чему это привело. Я против, я просто констатирую. А в древности было не так. Ну для бедняков там и одной женой, и одной жены Бубала не хватало. А реально были люди там до 40 лет, в древности это считалось очень почтенный возраст, не могли жениться, потому что не могли заплатить выкуп за жену. Колым, так называемый. Вот. А так не отдавали дело, да? То есть жена должна была выставить приданное, а жених должен был внести выкуп за нее. Колым, а как иначе? Это была такая, да, ну состоятельность его финансовая. А как? Иначе шусть идешь жениться. Но у царей, вельмож, конечно, у них были, было этих жен прорвано. Здесь царь громадной империи, конечно, у него есть наложницы, это нижний слой тех женщин, с которыми он общается. Это только наложницы, те, кто он берет наложники, то он с ними только спит. И никаких делов с ними не имеет. А дети их, ну поступают куда-то там на службу дворцовую, редко они становились, тогда в древности, редко они пробивались наверх. Есть жены, и жены в разном статусе. И жены между собой, естественно, враждуют, ну классические гаремные отношения, ненависть, интриги, через евнуха, которых они подкупают. Вот. И каждая жена пытается, значит, втереться и в доверие к царю, и понравиться ему по-женски, и понравиться ему как личность, чтобы он к ней прислушивался, чаще звал. Это целая была гаремная наука. И, собственно, в Турции продолжалось до 19 века. Практика очень долго длилась. И у жен разный статус. Если царь, султан, халиф, велит, вот у такой-то жены статус высокий. Значит, ее дети, ну сыновья, девочки, понятно, идут в тот же гарем, а вот сыновья, они делают большую карьеру. Их учат. Учителя, например, лучших из империи, они становятся потом военачальниками. Их берут под крыло там какие-то крупные генералы или сановники. А если статус уже не низкий, ну и где проводят время пацаны? Среди конюхов, плотников, охотников. Ну и куда они могут выбиться? Это был вопрос не только ее статуса, из-за чего они так родили, но и статус ее детей, ну сыновей. Они все равно при дворе, да? Они по-любому при дворе, но при дворе может быть выгребать дерьмо, может стоять с мечом в охране, а может быть наверху принимать решение и быть при султане. Разные вещи. Двор же огромен, да? И при нем разные должности. Вот за это-то они и конкурировали. И поэтому жены были нечита, наложницы. И евнухи их разные охраняли. Вполне возможно, страж наложниц, был такой евнух, который мог и взятку взять, и выпить на посту. А уж страж жен должен был быть неподкупен и суров. Потому что в руках жены, жизнь царя, она захочет, отравит, или пронесет в прическе реальные случаи. Длинные убранные волосы, приносили кинжалы и резали. То есть это вопрос жизни и смерти. И вопрос влияния на царя. Поэтому на такого евнуха, естественно, все будут обращать внимание. Каждый будет подходить и говорить, уважаемый, тут у меня мешочек с золотом, разумеется, это ваша. У нас там есть одна девушка, ну золото, чудо, персик, так царю понравится, ну что бы вам сегодня? А это все был вопрос политики. На Западе от него не рассматривалось никогда всерьез. Потому что здесь не было такой практики. Христианство сразу это дело поломало. А на Востоке, и древнем персидском, и потом в дальнейшем мусульманском, все это было вещь вполне обычной. Поэтому жены и наложницы были в разном статусе. И попасть в любимые жены, как выбилась эсфирь, это колоссальная удача. Почему она не говорила, что она еврейка? Может он еврейку в любимые жены и не взял. А как он персидский царь взял жены еврейку? А он же не знал. Он же ее брал как свою. Не, а почему он не навел справку? О! Вот, наконец! Я говорил, придет Ленка Шадрина. Вот, вот это она. Это та самая девушка, которая работала в контрразведке, в МИ-6, да, разозлачила 14 террористов. Вот это вот она. Наконец она проснулась и задает тот вопрос, который мы все от нее ждем. Вот! Ну что ты, Ренка? Вот! Какая справка не навел? А потому что правда никого не нужна? Нет, нет, нет. Правда, в данном случае, правда, нужна всем. Ну ничего себе, это жизнь и смерть. Разве у царя не было спецслужб? Всегда были. Он же ее брал не на кухню, и не в псарню. Да, он брал ее жену. Ничего себе. Наводил справки. Значит, посмотрите, какая получается ситуация. Сюжет такой, внешне, это такая мелодрама, да? Плохой, очень плохой Оман, ну такая сука, ну вообще. Который бескорыстно хочет погубить хороших людей. Кто такие хорошие люди? Евреи, потому что евреи это пишут. Они не могут быть плохими. Царь, который, мужик неплохой, но бухает. Это нам тоже ситуация знакома, да? Иван Петрович, когда вы трезвый, вы такой, ну, но вы так редко бываете трезвым. Да. Есть Мардыхай, очень умный и хитропопый царедворец, который все делает правильно, изумительные шаги. И вдруг один раз дает дикий промах. Лезет в бутылку и с кем? Со всесильным царским фаворитом. Причем, в данном случае, он полностью неправ. Чтобы совершенно не согласуется с его обликом. Значит, он, Мардыхай, чиновник средний, а тот, ну, скажем, премьер-министр, какой-нибудь великий визирь Оман. И вдруг он не встает перед ним, не отдает чести. Что это такое? И как это умный, осмотрительный, осторожный Мардыхай, Мардохей у вас в этом синодальном, в Мишацком тексте, Мардохей, Мардыхай – это одно и то же лицо. Как он мог такое допустить? Вот странный момент. Потом, с одной стороны, Мардыхай предвидит неприятности, говорит, ты, племянница, про то, кто ты по национальности не говори. А с другой стороны, царь не наводит справок. И сам Оман, ненавидящий этих евреев до полусмерти, это на конце концов, его самого к смерти и приводит. Все это ненависть его самого сжигает. А он-то как справок не навел. У него почему не возникло подозрение? Тоже странно, да, для такого уровня человека. Вот мы наметили вопросы, в том числе и с вашей помощью. Поначалу были разные вопросы, потом вы вышли на хорошие. Галя и Лена постарались более остыны. Но все молодцы. И вот теперь глядите, какая получается штуковина. Во-первых, так как мы знаем Персию из описаний древних историков, в Персии ничего такого не было. Такой истории не было. Это выдумка. Никогда не было в персидской истории случая, когда был бы некий царедворец, задумавший вырезать всех евреев своего царства. Если бы такой случай был, он бы, конечно, в истории был зафиксирован. Но никто не пишет. Не могут же все не знать. Второй момент. В конце сказано, что евреи, которые получили от царя разрешение, вырезали, сколько там, 75 тысяч народу с радостью, удовольствием, поскольку дело святое. Но и об этом тоже никто не пишет. Поскольку к евреям все всегда относятся очень пристрастно. Или очень любят, или ненавидят. И не бывает равнодушного отношения, как правило. То есть, если бы жиды вырезали 75 тысяч народу, это даже по современным меркам очень много. А по тогда, ничего себе, 75 тысяч, это столица крупного государства. Неужели бы об этом никто не написал? Об традиционной кровожадности жидов и так далее. Никто не пишет, однако. Но таких двух совпоений, извините, уже не может быть. Чтобы и о намерении уничтожить евреев никто не написал, и о том, что евреи якобы вырезали, тоже все молчат. Значит, однозначный вывод. Такого факта просто не было. Это выдумано. Автору зачем-то эту историю надо было придумать. Вопрос, зачем? Вот это очень интересно. Вот это очень интересно. И нафига ему такое выдумывать? Во-первых, он возводит напрасненно на свой народ. Ни один народ не гордится тем, что он вырезал 75 тысяч народу другого. К тому же мирно. Зачем он это пишет? Даже если это произошло, то это пытаются скрыть. Вот нафига это ему? Зачем он это все выдумывает? Кроме того, зачем он приписывает персам, очень терпимому в принципе народу, зачем он им приписывает историю с якобы бывшим уничтожением, ну, замыслом уничтожения евреев? Вот вопрос. Мало того, что будет еще и праздник это облик. Нет, праздник возник в этом. Текст и праздник разные вещи. Сейчас поговорим об этом. Это очень хорошее добавление Галина, но оно чуть-чуть опережает события. Он не знал о празднике. Он написал текст, а потом текст сделали основой праздника, но это уже после... гораздо позже произошло. Теперь, текст вошел в Библию. Как может быть в библейском каноне текст для него упомянут Бог? Ну, что за хрень? Это никак не может быть. Я подумаю, вот эти ваши македоняне, которые там понадобавляли этой фигни в текст, и 6-й, 1-й стих. Что? Македонянин? Смотрите, нет. 6-й, 1-й. В ту ночь Господь отнял сон от царя? А вот неверный перевод. Жалко, нет у нас еврейского. Нет, серьезно. Вы можете взять еврейский оригинал. В ту ночь сон бежал от глаз царя. Не упомянут Бог. Сон бежал от глаз царя. В этом переводе Бог все-таки участвует. Этот перевод не добавляет откровенной фигни, и лжи, как эти ваши комментаторы, не знаю, кто это сделал. Когда там он добавил 15 стихов, и все под номером 17. Да. Вот парень дает. Большой список. То есть он текст того, что Аман разослал, а потом текст, что Иудеи разослали. Обалдеть. Он все это знает. Он стоял со свечкой. То есть человек берет текст и говорит, это священное писание, поэтому я тут припишу главы 2. Да? Вот психология таких людей меня всегда интересовала больше всего. Чем ты, зараза, руководствовался? Ну, это недобросовестный выдумщик. Да, недобросовестный. Здесь переводчики с греческого, они как бы, ну, из благочестивых целей, Господь, чтобы хоть раз упомянуть. А в оригинале нет. В оригинале, я могу привести, еврейский оригинал, еврейский. Сон бежал от глаз царя. Безличный такой оборот. Ну, и по-русски есть такой, да? Сон бежит от их глаз. Потому что здесь именно, чтобы Господь отнял сон, и поэтому он прочитал записи, и поэтому узнал. А вот нет, просто не спалось. А ему просто не спалось. Реально, может он выпил не того вина, или смешал Портвейнска. Гором этого ни в коем случае делать нельзя. Он икал, его мучила отрыжка, да. Ну, всякий, кто перебирал, ну, тут в основном женщины, знает, как это тяжело. И вот встаешь, ну, свет не мил, аспирин не помогает. И, ну, хоть книжку почитать. Да, то есть он от вполне конкретных причин не спал. Может он закусил ничем, никем, да, скажем, лобио грузинское. Это знаете, какой дает полет? Тут не заснешь. Вот. И это вполне житейские причины. А Господь здесь уже приплетен попозже. Да, вот такая перед нами интересная штука. Возникает вопрос, кто для кого, когда писал. Ну, это первое, о чем мы спрашиваем, когда раскапываем текст. Есть разные версии. Одна из версий говорит, что написал такой Филон Александрийский. Его еще называют в христианской традиции Филон Иудей. Это был Александрийский еврей, очень умный, пытавшийся приспособить еврейскую традицию, Филон Александрийский, да, к греческой философии, греческой мудрости. Он жил в Александрии по-гречески говорил как на родном языке и выучил иврит. Вообще-то любопытное явление Александрийские евреи. Сам еврей, да. Еврей, причем иудей. Он не уклонился в греческую философию, а остался верен на четвере предков. Но Александрийские евреи, они очень напоминают, например, евреев нынешних американских. Кстати, Александрия был первой, первое образование на свете, государственное, которое правами гражданства стало торговать. И которое вообще ввело понятие гражданства в обиход. До этого не было. То есть спрашивали, кто ты по рождению, кто ты по национальности, да, какого ты рода, какому богу ты служишь. А гражданство они придумали, и народ долго не понимал, а что в этом есть. А они сказали, Александрий будет лучшим местом на свете. И сделали его таким. Да. И получить Александрийское гражданство было обалденное престижности дело. То есть люди к этому стремились, покупали там, подделывали документы, доказывали, у нас там предки жили. Ну точно, как сейчас с американским, да. То есть доказывали всячески, что люди имели право на это самое Александрийское гражданство. Город Александрия, он же не случайный. Это город мечта. Его построили греки вместе с египтянами, с сирийцами, евреями, но в основном это греческая идея. Город, где соединится Запад с Востоком в воплощении идей великого Александра. Александр мечтал Запад с Востоком примирить, потому город так и назван. И для... Значит, там были созданы, ну насколько это было возможно в античности, все условия. Это был действительно самый образованный, самый прекрасный, блистательный город античного мира. Конечно, Рим был богаче, это было ясно, а Афины были древнее, а какой-нибудь, скажем нам, Каринф был прекрасней, статуями и храмами древними, Иерусалим там более, может быть, славился большей связью с Богом, но Александрия была блистательным городом. Там было два, два еще где-то света. Там была библиотека, славившаяся на весь мир. Там работали великие ученые. Там многие народы жили вместе. Вот, ну, прообраз Соединенных Штатов. Такая вот мечта человеческая. Александрия. Там жил Филу и наблюдал там за жизнью своих единоверцев, евреев. И видел, что эти евреи забывают родной язык. Точно, как сейчас в Америке или в России. входят в другую культуру, берут другие имена и, в общем, потихонечку отходят от традиции. И чувствуют себя вполне греками. Цитируют Геродота, Гомера, ходят в греческие храмы, тонкие знатоки театра, выступают на ипподроме, девушки участвуют в конкурсах красавиц, греки обязательно устраивали. парни соревнуются в гимназиуме и в полестре, там, бросают диск, борются, бегают, копье мечут. Ну, в общем, как живут, как все, да? И никому, как бы, в голову не приходит, что вот они не такие. А оказывается, их сильно не любят. Они-то себя считают александрийцами, такими новыми гражданами, да, представителями нового мира, а их все считают жидами. И тут они неожиданно это обнаруживают. Самым печальным для себя образом, во время погрома, самый натуральный погром, причем устраивают его не какие-нибудь там эфиопы, не варвары, не вторгшиеся там какие-то племена, а образованнейшие греки. И для александрийских евреев это был колоссальный удар. Ну, во-первых, погром сам по себе нехорош. Кого-то убили, ограбили, там, насилия, правда, изнасилования не было. Это считалось ужасным грехом. Но насчет сжечь, забрать имущество, это было. И евреи там, когда могли, защищались, когда они пытались откупиться, ну как-то, но преимущество, честно, было, конечно, на стороне нападавших. Римляне вмешались, аж была тогда римская провинция. Когда уже вмешались, то они железной рукой порядок навели и даже наказали зачинщиков. Но к этому моменту... Как бы организатор один, да, захлорить организатору вот этого дела? Их было несколько. Даже, поразительным образом, мы даже некоторых знаем по именам, благодаря этому Филону. Потому что Филон был летописец, и среди евреев он был такой духовный авторитет. Одним из организаторов был египтянин по имени Манефон. Манефон, который сильно жидов не любил и абсолютно бескорыстно. Вот, считал, что от них вся на свете зараза, и вот он-то науськивал толпу. И греков, и сирийцев, и египтян. Ничего в мире не меняется, Юричка. Не у каких арабов? Кто-то до этих арабов знал. Арабы жили... Арабы были жители пустыни тогда, и ничего кроме своих верблюдиц они не видели. Кто бы их пустил в Александрию? Какие арабы? Тогда было совершенно другое население. Были египтяне, еще те, которые пирамиды строят. Сейчас они вымерли. Были греки, тоже исчезнувшие сейчас. Были сирийцы, были римляне, они все исчезли. Одни евреи остались. Хотя как раз евреи получается в этой истории страдают. Филон отправился в Рим к императору. Ну, типа, рассказать, что, мол, какое произошло бесчинство. Потребовать возмещение имущества, как бы не повторялись такие вещи. А к тому моменту он же не знал. Император Тиберий, мужик вполне разумный. Тоже деспот, ну, как всякий император. Но разумный человек, с которым можно было иметь дело, он помер. А вступил Гай Каллигула, о котором вы наверняка слыхали. Но Каллигула, по-видимому, был сумасшедшим. То есть, ну, разные версии есть насчет его поведения, но, скорее всего, он был, по-настоящему, был психически больным. Это который ввел коня в Сенат, назвал его сенатором, который, у него родилась дочь, он приказал называть ее сыном, объявил праздник, да, и сказал, что дочь он будет воспитывать как сына, ну, классно. Не говоря уже про казни массовые, про жуткие вещи, которые он там изобретал, он правил недолго, пять лет. Мы его убили, конечно, потому что таких долго не терпят. Но за пять лет он крепко наслесарил. и как раз Филон приехал к нему. То есть он-то думал, что Тиберий, с которым он был знаком, Тиберий долго правил. И Филон у него бывал, Тиберий путешествовал по Египту, и он как бы, ну, понимал, как с Тиберием разговаривать, Филон. И соответствующим образом выстроил свою речь. Филон понимал так, что Тиберий интересуют бабки. Что если Филон скажет, Ваше Величество, посмотрите, послушайте, весь город полнится стенанием несчастных вдов, криками детей, какой кошмар, попрано справедливость, то скажет, слышишь, евреи, ты заткнись, говори мне дело. А вот если Филон скажет, Ваше Величество, казна потерпела убыток. Из-за этих бесчинств мы не можем вам теперь выплатить причитающиеся суммы налогов. Евреи работали на таможне. Не в этом, кстати, одна из причин ненависти. Потому что это было самое хлебное место всегда. По Нилу, да, шли грузы. Мы не можем восстановить работу таможни в прежнем объеме до сих пор. Поэтому слоновая кость, звери из Африки, шкуры животных, очень дорогие в те времена товары, они идут беспошлино. Ужасное разорение казнений. Но мы же не можем вернуться в рабочие места. А все из-за того, что какие-то негодяи, разбудили народ. Давайте примем меры, чтобы этого не было. Ну, разумеется, мы какую-то сумму вам собрали, да, шуток. А вы уж, пожалуйста, примите меры к тому, чтобы как-то губернатор дожал бы гарнизон в Александре, пусть на наш счет. И если что, там солдаты бы вмешались. Вот давайте так разговаривать, да. И он так полагав, что этот разговор теперь и поймет. Скажет, сколько убытков? Блин, из-за греков. Ничего себе. Тому же не работает три месяца. Сколько же я недополучил? Вот у меня цифра, говорит Филан. А, нет, это мы устраним мигом. Ты же готовился к такому разговору. С цифрами, фактами, сухо, без всяких воплей про жертвы, про сожженное имущество, про опозоренную честь. Это нет. И он с такими же почтенными, святобородными старцами, как он, заходит и видит перед собой, а он это пишет в книге посольства Нгая, он видит перед собой совершенно безумного молодого парня, коллегу, который смотрит на них совершенно пустыми, отсутствующими глазами. Едва ли видит их перед собой. И играет со цветными стеклышками. Вот они ему там рассказывают, было убито столько-то людей, разорен богатейший город от империи, таможен не дополучило сто года, а он стеклышки передвигает цветные. И находит в этом немалый кайф. И не слушает их совсем. И Филону пришла в голову интересная мысль, в чьих руках судьба Вселенная. А ведь этот человек владеет миром практически, потому что тогда Рим и мир были синонимы. Так, в чьих руках судьба миллионов людей. Безумец, никто же его не может остановить. Как это может быть? И если такое я, а он да видит собственными глазами, Филон, это не выдумка. Полный безумец, идиот, не отдающийся отчета в своих поступках, полуживотное, он управляет судьбами полумира. Если так, то как это допускает Бог? И как это с точки точки зрения справедливости, целесообразности выбора, а как же качество властителя, все наследие Цезаря, все фигня, кажется. Этот факт его потряс. Он вернулся глубоко просенный. И он понял еще одну вещь. Разумными доводами никого ни в чем не убедишь. Написал ли Филон эту книгу? У нас нет прямых доказательств, но многие выдающиеся исследователи считают, что да. Был такой профессор, он уже когда у меня преподавал, был старичок, сейчас он скончался уже, Маше Вайнфельд, великий знаток Библии. Он писал, что по его мнению эту книгу из Филля написал Филон. Какие он приводил аргументы? Сам язык иврит, которым написана книга. Он очень своеобразный. Но мы не можем оценить, потому что мы читаем перевод. Но хочу вас заверить, что да, Вайнфельд прав. Вот знаете, каким языком эта книга написана? Скажем, как по-русски говорят эмигранты. Замечали когда-нибудь? Эмигранты, я имею в виду не на Брайтон, которые ехали лавочники, а какие-нибудь дворяне, уже старики, они говорят на очень правильном русском языке. Так уже давно никто не говорит. Употребляют давно вышедшие выражения такие, старомоосковские. Не знают никакого жаргона и сленга, ничего советского они не знают. Не знают слова совнархоз, жопа, гулаг. Все это для них слова абсолютно непонятные. Они жили в маленьком микрокруге своем, где говорили вот на том языке великой литературы. Сын Солженицына Игнат выступал по телевидению, он говорит точно на таком языке. Потому что у кого он слышал русский язык? У папы. У папы русский язык, слава Богу. Но никогда не гулял с пацанами во дворе, он не смотрел дебильный телевизор, он не учился в школе, он не ходил по улице. Не было ситуации, когда словарь шумит на перекрестках. У него искусственный, выученный язык. Он может быть и богаче многих, но это искусство. Как дистиллированная вода. Вот книга написана на таком языке. То есть это человек, который не говорил на иврите, а выучил его. И это доказательство в пользу того, что мог написать Филон. Ну и кроме того, Филона, конечно, беспокоили вопросы. Откуда антисемитизм? Как он возникает? И если он возникает, то каким образом можно противостоять? Его интересовал вопрос Бога и судьбы. Как они соотносятся друг с другом? Если есть Бог, то есть судьба. А если есть судьба, то подчиняется она Богу. Кто главнее? Из-за чего происходят такие ужасные события, как, например, произошло на его глазах в Александре? Ну вот. А теперь посмотрим на текст, как он сделан. Нельзя сказать, что автор такой великий билетрист. Это такое, ну, дидактическое произведение. В Библии есть шедевры литературные. Например, книга Ионы. Абсолютно обалденный текст. Четыре главы, но каждое слово гениально. Или книга Экклезиаст, или книга Иова. А это нет. Но она очень своеобразная. она очень искусственно сделана. Это все как бы искусственно сделанная конструкция. Но зато тут каждая деталь о чем-то. То есть, если он уже что-то делает, то это он не описывает реальные события, а мы понимаем, что ему зачем-то нужно. И это придает такой дидактический притчеобразный характер этому сочинению. Но за это делает нашу задачу по разгадке легче. То есть, мы понимаем, ему это зачем-то надо. по этому пути мы и пойдем с самого начала. Он сначала описывает пир в Персии и описывает с большим числом деталей. Вы обратили у него? И как шатры были устроены, и какие ткани, и какие крученые шнуры, и какие там стояли кресла, и боже ты мой. Откуда он все это видел? Это он зачем все делает? Мы сейчас задаем вопрос, нафига? Разве это двигает сюжет, показывает характеры персонажей? Никаким образом. Зачем он начинает с этого? Заметьте, он с этого начинает. Совершенно конкретной целью. Он хочет нам показать, что он все это знает доподлинно. Он знает все детали, в том числе такие мелкие, как шнуры скрученные на украшениях, чтобы создать ощущение очевидца. И мы ему верим. Мы сразу говорим, врет, как очевидец. А вот то, что она их звала на пир два раза. Это потом. Ты подожди, сейчас у нас пока никто никого не звал, пока еще жива царица, которая у вас синодалки называется Астинь. Удивительным образом ее больше всего расходится с ивритским оригиналом. В иврите она названа Вашти. Вашти, а тут она Астинь. Ну как там Астинь, Астинь, да? Пир, ВДНХ, все пляшут в национальных костюмах. Это нам все известно. Мы тоже жили в Лоскутной империи. Помните, как фонтан дружба? Полный вперед. Кинокартина цирк. И в этот момент царь, ну, наверное, он выпил лишнего. Это мы можем так предположить. Поскольку мы из дальнейшего узнаем, что царь вообще крепко бухал. И гораздо более, чем следовало в его положении. То есть, будучи монархом такой империи, вероятно, так бухать не следовало. Потому что он уже терял полностью контроль над собой. Может быть, в этом состоянии он сказал, пусть царица придет. Что ее так огорчило? Царские жены не показывались посторонним. Они не показывали даже лица. В одном из комментариев сказано, что он приказал явиться голой. Откуда блудливая фантазия автора это взяла? Это все 17 глава. Но даже если не голой, а просто показаться, в этом тоже был момент ущемления ее достоинства. Потому что она царская жена, а не хрен с бугра. И пьяным мужикам открыть лицо, чтобы они сказали, он, 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 как он, красивый, еще и шачок молочный. Совершенно не входил в ее планы. Она отказала. Наверное, с точки зрения женской гордости это правильный шаг, с точки зрения царской покорности нет. Царь, протрезвев или наоборот, налив все еще кварту, сказал, оставим так или как-то будем разбираться. Она не рассчитывала свои силы. Возможности, да. То есть, может быть, он ее не настолько любил. Да, то есть, она была уверена в нем. По-видимому. Но это наши домыслы, да, но, наверное, она думала, ну, куда он денется? Он сразу ко мне придет, да? Меня-то он любит больше, чем пьяных козлов. А он вдруг проявил. И он вдруг, а его там да, его соратники сказали, ваше речи, что, если позволять бабам вести себя так, как они захотят, вы знаете, чем мы закончим? Это же будет ужас. Полный бардак. И он сказал, что предлагаете? Они ему таких, витиеватых выражениях сказали, бабу надо забуцать. Да, потому что так нельзя это оставлять, этого дела. Понимаете, это прецедент очень плохой, да? Поэтому девку надо удушить как-нибудь, там, ну, или бритвой, ну, это уже детали. А вам надо новую взять, потому что если сейчас вот гонцы же разойдутся, понимаете, ваше речи, мы-то никого не скажем, мы же ваш верный кабинет, но вот эти все сути, от Эфиопии до Индии, на каждый троток не накинешь в платок, они же придут и скажут, а царь-то наш, он, собственно, и бабой свободы дать не может, что же мы будем налоги платить. Да, это плохо, да, и тогда все жены скажут, вот мы, значит, будем тоже не слушаться своих мужей, и кошмар будет жуткий, жуткий кошмар, поэтому лучше удавить. Ну, и удавили. А царь не может без лучшей из жен. И, наверное, он тосковал по этой вошки, потому что ему захотелось получить замену, при том всем множеству наложниц. Из этого некоторые комментаторы делают вывод, что вошки ему нравилось, то есть он ее любил по-своему. То есть он удавил ее, но это была государственная необходимость. Да, а так вот душа его и плоть тосковали по этой красотке. И он подумал, вот такую бы мне еще найти. Был объявлен конкурс, все по-честному. С другой стороны она же не может без жены. Нет, жены. А там никто не интересовался, куда исчезла любви в жены. Кому это известно? Совершенно было понятно. Кто бы стал интересоваться чересчур подробно, пошел бы за ней. Или тоже понимал? Отроки царя. Он, наверное, уже аж только достал. Отроки евнух одно и то же. Одно и то же слово на еврейке. Отроки евнух одно и то же. То есть еще те отроки, да? Отроки, потому что у них борода не растет, но в общем, да, они выглядят как отроки. Это евнухи. Видимо, он всегда стал, потому что даже они сказали, что надо им у кого-то. Да, ну вот надо царю новую, потому что, ну может он потерял покой и сон, но ложниц там как-то менял. Нет, это плохая, это нехорошая. Ну, бывает. Объявили конкурс на замещение вакантной должности царской лучшей жены. Естественно, доставляли только девиц. Ну, тогда с девицами было проще, чем сейчас. И только знатных. И тут вот эта сферь, она же Адасова, обратите внимание, что у нее два имени, да? Она участвует в этом конкурсе. Но если текст пишет еврей, то у вас есть сомнения, кто победит на конкурсе с красавицей? Это хорошо, что у вас нет. Значит, вы меня огорчили. Вы видели еврейских красавиц? Нет? Да нет, но очень. Я вам покажу. Я вам покажу. Я лично принимал участие в жюри конкурса еврейская красавица Молдовы. И делать вам необходимо. Да, это было во время Александра, я помню, эти романтические времена. Да, мы тогда с ним сотрудничали в одной конторе. Но он, к счастью, имел меньше отношения к этому. Вот. Вы так получили эстетическое наслаждение. Должен сказать тебе и нуля, и вам, мои дорогие, что это был момент, когда я был максимально близок к монашеству. И я подумал, в принципе, кастрация не так уже и плохая. Да, а что, собственно, и Бернард Лервозский был абсолютно прав. цистерцианский устал. Кажется, нет, баб нельзя и больше нет, ни одной. Вот. Ну, я потом усилием застался выйти на улицу, там, пройтись по Тишиневу, потому что есть другие. Потом я выпил вина, к счастью, был тогда мой друг там, Миша. Да, мы выпили еще, еще, да, и как-то так немножко оттаял. Но я, у меня было тяжелое состояние, да. Замечательный был конкурс. Нет, ну, разные есть, конечно, вы правы, да. Ну, в общем, наша победила, это у меня не сомневались. Но вопрос. Какие же остальные были? Ой, разные бывают. И нуля, разные. Нет, я в плане, что если с ним убедил, аж страшно придумать, какие разные вещи. Ой, а то ты не знаешь, что можно сделать из женщины. Там ее 6 месяцев одним притерянием нет, 6 месяцев других. Ну, и других же так. И других же так. Я ничего не имею против еврейских женщин, но из них очень сложно сделать королевку. Из некоторых невозможно вовсе. Это абсолютно так. А из которых можно, ну, все это, так сказать, вопрос индивидуального выбора. Все. Это дело вкуса. И запаха тоже, да. Нет, ну, это все органы чувствами. Так, прекратите мне тут антисемитскую пропаганду. Значит, вернемся к тексту. А мы вот о чем. Мы о том, что, почему, во-первых, Мордехай, его умница, дядя, не говорит, вернее, говорит ей, не рассказывая своей национальности, а с другой стороны, почему никто не догадывается. Надо начать с имен. Его зовут Мордехай. У вас Мар-До-Хей, это перестановка букв, может так греки перевернуть. Ну, конечно, Мордехай, возможно, вы такое имя слыхали, еврейское. Мордехай, такое довольно роскошное имя. А ее зовут Эстер. Эти имена еврейские? Эстер, Эстер. Вот теперь мы говорим, да, потому что вы множество можете встретить евреек с именем Эстер, Эсти, да, Эсти Лаудер знаменитая, или там Эсфир, да, и так далее. Ну, есть имя Мордехай мужское, не такое распространенное, но все-таки есть. Да, мой родной дядя, покойный сейчас, брат моего отца, он был Мордехай, при рождении, ну, прием, в Брязани, дали ему такое имя. То есть, это еще совсем недавно было имя популярное. Но эти имена не еврейские, мои дорогие, это имена вавилонские. А она в этом конкурсе там участвовала? Да что тебя интересует только это? Ты слушай про важные вещи. Тебя интересует, кто победил, победить кто надо. Нет, кто победил, мы уже знаем. Интересно, как она попала туда, если... Я об этом и толкую. Ты, если так, то ты говоришь в правильном направлении. Во-первых, евреи имели право участвовать, но дело не в этом. Дело в том, что никто не принимал их за евреев. Имена, которые не носили, имена абсолютно вавилонские. Эстер, это от какой вавилонской богини? Астарте. Конечно, Астарте. А Мардыхай, от какого вавилонского бога? Мордук. То есть, это самые, что ни на есть, вавилонские имена. Самые, что ни на есть. Если человека в Америке зовут там, мужчину Джо, а девушку, я не знаю, Мэри, или Дженнифер, кто-нибудь заподозрил, что они китайцы. Нет, пока их не увидят, да, но как бы имена вполне... Пока не увидят. Да. Значит, эти выглядели люди, как персы, одевались, как персы, ели, как персы, говорили, естественно, на персидском прекрасном языке. И звали их именами, самыми персидскими, именами персидских богов. Иоэстер, от Астарта, его, Мордук. Вот почему никому не пришло в голову. То есть, так даже вопроса не задал. И даже Аман, ненавистник евреев, ничего не заподозрил. Он был искренне убежден, что она персиданка. А внешность? Похожи. Южные народы все похожи. Но русских и немцев можно же перепутать. Не всех, но некоторых вполне. Вот Валик сошел бы, например, за истинного рейца. Да. Вполне. Хотя, в общем, народы разные, славянские и германские, однако, есть очень похожие экземпляры. Перси и евреи, в примере, посмотри на Ахмадин и Джана. Ну, совершенно еврей с одесского привоза. А, вроде перси, так сильно не любят. Не потому ли он не любит, что он сам из них. Такие данные, такие мысли тоже, наверное, возникают. Уж больно он декларативно не любит. Но это к слову. Нет, похоже. Персы и евреи этнически близкие народы и один на другого сильно похожи. Черные такие по чертам лица, тропометрическим характеристикам во многом совпадают. Это всегда финны. Это другая. Ну вот. То есть, это были люди абсолютно от персов неотличимые. Вот в чем штука. Кто мог дать героям повествование такие демонстративно персидские имена? Только человек, который у себя в Александрии видел множество евреев, которые называются вполне греческими именами. Какими там Николай, Лисистрат, а вовсе не Хаим, не Давид и так далее. А надо вам сказать, что для еврейской традиции оставление своих имен есть вещи исключительно важно. На этом всегда наставили. Это как бы последняя вещь, от которой предлагается отказаться. А здесь они уже приняли совершенно вовину с кеменом. Вот. Дальше. Эсфир побеждает в конкурсе. Теперь девушка, которая побеждает в такого рода конкурсе. Что такого она знает об этих утехах, чего не знают остальные красавицы? Вот чем она ему так понравилась? Я оставляю этот вопрос вашему воображению. И мажинариуму, доктору, как там, Пекануса? Пекатусам. Судя по всему, она знала больше, чем остальные. И не только знала, дорогая моя София, но умела применить на практике, что исключительно важно. Потому что если это одна теория, без практического навыка, этому цена не уяка. Вот она умела применить. Короче, царя она покорила. Стала царицей. Ну, а ее дядю Мордыхая сделали царедворцем. И, кстати говоря, не такого маленького чина. Он там сидел во вратах царских. Да, он не был вратарем, который открывает двери. Нет, он был управ делами. Вот такая должность, какую он занимал, это был управ делами. Вот такой завхоз царского двора. Должность значительная. значительная. Ну, видимо, хорошо управляться. Кроме того, он раскрыл заговор на царя, да? А, видимо, в Персии было неспокойно, раз заговоры составлялись. Кто хотел царя убить в Емнухе, от кого вся опасность исходила. Вот он важность того, кто сидит в Гареме. Емнухе составили заговор. Мордыхая раскрыл, Емнухов повесили, а Мордыхая отличили, дали, наверное, какие-то деньги, должность, звание и записали упоминальную книгу, которая потом сыграет такую роль в сюжете. Ну, и все, он на больше и не претендовал. А тут царь возвысил нового фаворита, но не женщину, фаворитку. То есть, видите как, Эсфель была его любимой женой, но ничего не сказано о том, чтобы она как-то влияла на его политику, на решение. Чисто любовная такая страсть, и все. Видимо, он ее любил, раз он так благоволил дяде. Но именно любил как женщину, ничего больше. А в государственных делах возвысил человека по имени Аман. И этот Аман, вот Аман-то, и стал потом главным отрицательным героем. Говорят комментаторы, что этот Аман, он уже упоминается в прежних главах. Вот видите, третье, после этого возвеличил царь Артаксец Амана, сына Амадафа. Аман упоминается в первой главе в десятом стихе. в день, когда развеселилось сердце царя, он сказал Мехуману, бисфи и так далее. да? А там нет им, не может быть, там есть Мехуман. Мехуман есть у вас? Они написали семи евнухом, а он что, ехал был? Шшшш, у него десять детей было. Мои дорогие, да вы не торопитесь, вы видите эту главу? Видите, да? Да, а теперь посмотрите на 14 стих. И сказал, даже 13, и разгневался царь сильно, и ярость его загорелась, ну смотри, что ли? Да. И сказал царь-мудрецам, знающим прежние времена, ибо дела царя делались перед всеми знающими законы права. Приближенными же к нему тогда были, видите, тоже семь человек, но не евнухов, а семь князей персидских и медийских. Как же звали их? Каршена, Шефар, Амдафа, Фарсис, Мерес, Марсена и Мемухан. Мемухан похож на Мегумана, но другой человек, да? Мемухан. Слово Мемухан означает специалист. Специалист. А вот увидим потом. Но эти имена персидских вельмож, они для нас звучат все как фонетика. Ну, прощите кто-нибудь. кто из них не перси? Мы не определим. Если мы, например, читаем, что на заседании Государственного Совета государь-император пригласил Белосельского, Белозерского, Ростовцева, Васильчикова, Голицына, Долгорукова, Пупкина и Абрамовича. Кто лишний список? Мы легко определяем. Абрамович так, с Белосельским сам и она. Мы сразу видим, а будут ли дети наши отличать, фиг их знает. А тут прошло сколько лет. То есть для нас это все фонетика. Но читатели современные, конечно, реагируют точно так же, как вы. Тут же понимали, кто там Пупкин. Хрен ли ему там делать. А кто тут Пупкин, Мемухан? Потому что все остальные имена звучат по-персидски. Это все из разысканий профессора Вайнфельда. А Мемухан звучит чужеродно. Ну, как Пупкин с Белосельским и Долгоруким. Вот точно так. Значит, он не из аристократов. Вот он, этот Мемухан, он специалист. Его взяли за что? За то, что деловой. Один молчалин мне не свой и то за тем, что деловой. Вот его как раз за квалификацию, за деловитость и взяли. И комментаторы говорят, что вот он то и есть Аман. И вот специалист. Вот, вот, вот. Не за то ли его царь потом возвысил? То есть мужик-то дело знает. Теперь смотрите, он не из персидского рода. И тут сказано откуда он, да? А рода он самого, надо сказать, скверного. Он из бедуинов. Из бедуинских, из Агагян. Агагяне это потомки царя Агага, который воевал еще с Самуилом и Давидом, как вы помните, да? в книге царств в первых главах. А это бедуины, кочевики пустыни. Ну, там вообще нечем гордиться. Разбойный народ. То есть он происходит из таких, ну, выбившихся бандитов, уцелевших. И в такой-то родословной мужик сделал какую карьеру? Он сумел пробиться в персидскому двору. Стал там мемуханом специалистом. Вошел в число приближеннейших вельмож. Все персидские аристократы. Сидел с ними не только на равных, но и превосходил их авторитетами голоса. И заслужил звание мемухана, специалиста, эксперта. Первым говорил царю. И в конце концов стал премьер-министром. Вторым человеком при царе. Царь возвысил Амана. Обалденная карьера. Этот человек может быть дураком? Абсолютно исключено. Каких интеллектуальных способностей этот человек? Выдающихся. Безусловно. Кроме того, он заработал чертову прорву денег. Из чего мы это видим? Кто там говорил про кучу талантов? Значит, у него денег, он готов за евреев, которых ненавидит, внести там некую сумму, да? 10 тысяч талантов. Так это 10 тысяч талантов это, конечно, легендарная сумма. Такой суммы не могло у него быть, кроме того, талант, это вообще римская, да? Там был Дерхем, никаких талантов в Персии не было. Это как Билл Гейтс в советской пьесе сказал, да? Я дам вам 20 золотых рублей. А, 20 рублей. Да? Это талант не туда, да? Это не оттуда. В Персии никогда талантами деньги не... А зачем он такое делает? Чтобы нам было понятно. Филон так написал. Филон так написал. Либо два варианта. Либо он не знал, какая монета в ходу в Персии, не хотел врать, либо он написал так, чтобы всем было понятно. Потому что 10 тысяч талантов огромная сумма. Огромная. Там один талант. Да, талант это угол. Вот, причем, я же вам говорил, деньги были из разных металлов в разной цене, а талант был всегда только серебряный. Очень ценился. Очень ценился. Ну вот. Значит, человек по имени Аман сделал офигенную карьеру. Начинал из самых простых. И вот он сейчас, мы застаем его, да, на пике его возможностей, он премьер, второй человек при царе. Он очень богат. Это же он не последнее дает за евреев, правильно? он счастливо женат. Да, он женат успешно? Да. Любит он жену? Да. И более того, он с ней советуется. Для восточного мужчины это вообще колоссальная редкость. Когда там у него неприятности, он советуется с женой, с ней в жребий бросает, потом, когда плохо он ей говорит, она ему там что-то советует, он ее любит. И уважает. То есть, ему очень повезло с браком. И кроме того, у него 10 сыновей. Это офигеть. Для восточного человека это высший знак Божьего благословения. Я спрашивал у разных людей, никто мне не сказал, что есть семья, в которой было бы 10 сыновей. То есть, так не может быть. Но хотя бы одна дочка обязательно вкрадется. Так может, с него повязалось? Нет. Но 10 сыновей по-любому он очень счастлив. Да? Больше у него там еще 15 детей, кроме этого. Он богат, он умен, он талантлив, он успешен. Скажется, абсолютно скажется. Такое сочетание, да, невероятное. Но это явно, конечно, книжный персонаж. Это персонаж мелодрамы. Вот от такого человека, который умен, счастлив, успешен, мы ожидаем, что он будет хорошим, а он злодей, такая сука. А он злодей. Да, это чисто мелодраматический ход. И на чем же он ломается, будучи таким умным и смышленым? На совершенной рациональной ненависти к евреям. Что делает Мордехай? Мордехай не встает в воротах перед ним. Это грубое нарушение этикета. Мордехай, как придворный, ведет себя неправильно. Ему надо встать и отдать честь. Если ты не хочешь отдавать честь, служа в армии, снимай мундир и уходи из армии. Если ты носишь мундир, ты должен отдавать честь старшим. Это правило игры. Тут не о чем спорить. Если ты при дворе, то будь любезен, стань перед высшим сановником. О чем тут думать? А он не захотел видеть или кланяться. Чем руководствовался Мордехай? Есть тысячи комментариев, которые его выгораживают, говорят, что там Аман носил и кого-то идол, а вся эта хрень. А которые объективные говорят о том, что это в нем просто взыграла так понимаемая гордость. Он знал, что его племянница спит с царем. И он понимал так, что она, если что, отмажет. Он не ожидал такой реакции. Но вот как странно. Два умных человека. И Мордехай умен, и Аман умен. Из-за чего они входят в смертельный клинч? В смертельное противостояние? Из-за личных амбиций? Из-за самолюбия? Из-за ерунды? И, боже мой, какие последствия у столь ничтожных причин? Вот это хороший ход. Вот этот сюжетный ход делает Филону честь. Теперь понятно, зачем он таким изобразил Амана. Второй момент. Аману от евреев ничего не нужно. Он говорит, ребята, свалите нахрен, валите в свой Израиль, или освободите нам места на таможне, как говорили люди в Александре. Что ж вы, суки, взяли все лучшие места? Да? А идите-ка на рынок торговать, а таможне всякие бабки, да? Он не выдвигает никаких требований. Он говорит, раз, вообще логика очень интересная, раз ты, Мардыхай, не встаешь передо мной, и тем самым меня не уважают, значит, всех жидов надо уничтожить. Ну, это странная логика, согласитесь, да? Если бы он сказал, Мардыхай, падла, ты не встаешь, ты пожалеешь о дне своего рождения. Я сниму с тебя шкуру, буду в ней танцевать, а ты будешь меня аплодировать. О, это бы я понял. Да? То есть ты лично, ах, ты так себя ведешь? Ну, ты все гребешь свое. Так, и детей твоих, и кто там у тебя есть. Всех мы сгноим. Это понятно, это по-честному, по-сталински. Но при чем тут весь народ? А что, по-другому? Вот абсурд. Вот это полный абсурд, да? И это так странно для Омана, для государственного деятельства, для человека, который сделал такую карьеру. Странно для Мардыхая лезть в бутылку. Из-за фигни. И смотрите, он встает не только свою жизнь, жизнь своего народа под угрозу смертельную, исключительно из-за своего тупого самолюбия. Да встань, блин, поклонись. Нет, он не встает. Вот удивительно. Вот вам умные люди. Это аргумент Иванфельда в пользу того, что написал Филон. Разум не действует. Мы думаем, нет, ну как? Они не могут не понимать. Разум, логика подскажет. Ни хрена. Даже у самых умных людей описано как очень умные. Более того, самую злую шутку, иррациональность играет с Аманом. Он ввязывается в игру, которая его самого губит. Но для него весь свет получается не мил, пока есть жиды. Как он говорит жене. Это дивный монолог, абсолютно изумительный. Царь любит меня. И к царице дважды зван я на пир. А он же не знает, что у царицы на уме. Может, царица ему может подмигнуть, но, конечно, когда царь не видит. Уйдет в очередной раз в ателье, в смысле, отлить, и скажет, Аман, ну что с этим бухарем? Ну, это же невозможно. Ну, царство, ну, и все такое. Ну, ты мужик, в шоку ты как-то, ну, а я подержу. А ты, он вполне возможно ждет такого разговора. Зачем царице звать его два раза? У него интерес есть? Он заносится еще выше даже своего нынешнего огромного положения. Он любимец царя, любимец царицы. Перед ним могут открыться вообще фантастические перспективы. И он говорит жене, и все это мне не в кайф, когда я вижу жида Мордыхая, который стенит сука ворот. И вот это очень по-честному. Всего этого недовольно для меня. Такое я вижу Мордыхаева Дениана, сидящего ворот царских. Действительно. Ну, вот галочка просто прошла в присущем мягком, деликатном, интеллигентном стиле. А я сказал это вот так вот. Ну, как я вырос во дворе. Да, смысл тот же. По-моему, это то самое, что для полного счастья не хватает, чтобы соседа золотой коровы. Нет, это другое. Корова, ладно. Совет дает потрясный. Пусть приготовит дерево, машиной в 50 локтей, а утром скажи царю, чтобы повесили его на лёг. И тогда весело иди на пирс царём. Ну, конечно, весело, да. А как? Дерево это виселица. И понравилось это слово. 50 локтей 25 метров. Ну, что тебе виселицу 25 метров? Да. В прямалоэтажной застройке виселица в 25 метров даже сейчас в Москве бы смотрелось. Если бы выкрасить там бы бериллиевой краской, да. А тогда при малоэтажной это архитектурная доминанта. Она говорит, старик, не грусти. Сейчас нормально. Построй виселицу заказённой ещё раз. 25 метров. А потом его когда ты помесишь, и ты видишь, как жидяра размахи тоже, сердце твое возвеселится, и ты с кайфом пойдёшь царица на петлю. То есть, она тоже хорошая царь. Но она как бы как правильная жена своего мужа не может по-иному. Но он-то хорош. То есть, он вовлёкся в абсолютное рациональное переживание. Как можно так? А ведь он такой умный. Не будь он умного не сделал бы вот почему он не может наслаждаться жизнью, которая всё перед ним открывает. Но когда он видит еврея, ему весь свет не мил. Вот это абсолютно изумительное описание природы антисемитизма. Как его дал Филон, который на самом деле не утратил никакой актуальности. Вот спросить, да, у евреев ли, или у вменяемой части, которая, к счастью, большинство среди любого народа. Русских, немцев, англичан, французов. Вот в чём по вашему причине антисемитизма? То ответы будут на 90% сходиться. Вы знаете, они завидуют. Вот они завидуют. Еврейским деньгам, еврейскому успеху, тому всему. А этому нечему завидовать. Почему такой карикатурный опереточный персонаж написан? Чтобы исключить любой момент зависти. Ему нечему завидовать. У него больше всех бабок, и жиды не перешли ему дорогу. У него лучшая жена и 10 сыновей. Он сразу выбивает все аргументы из-под ног тех, говорит, антисемитизм это мера человеческой бездарности. Во-первых, если это было бы так, среди антисемитов не было бы Достоевского и Леонарда Давидича. По поводу бездарности их, я думаю, вы не будете ничего говорить. Мы же им ненавидели жидов вполне искренне. То есть причины гораздо глубже и гораздо страшнее. А объяснять все завистью это такой примитивный филитонный ход. И вот автор, боже мой, 2000 лет назад дал нам понять, как все непросто это мнение. А мы все пытаемся через бабло объяснить. Через какие-то простые, какие-то денежные аргументы. А это все совершенно не так. Все абсолютно не так устроено, как мы думаем. И вот автор, Филон, действительно умный человек. Недаром мудрец переживший тысячелетия. Он-то понимал, что мир устроен не так, как мы представляем. И он на примере этой не очень хорошо сделанной билитаристической конструкции дает нам понять. Ребята, не там вы ищите. Не там вы ищите. Антисемитизм будет всегда. Всегда. Потому что он нарисовал человека, которому нечему завидовать, а он самый лютый антисемит и умирает от этого антисемитизма. В конце это его приводит на виселицу. Как привело Гитлера и его приспешников, как приведет Ахмадин и Джада. В самом скором времени. Вот что этим людям не жилось? А вот в этом смысле гениальная прозорливость этой книги. Абсолютно гениальная. При том, что такая вроде бы топорная мелодрама. Вот так. Но насчет качелей судьбы отчего же зависит судьба людей и евреев, которые тут невинные жертвы. Они абсолютно невинные. Идиот Мордехай вверг весь народ в смертельную угрозу. Астальные вообще понятия не имеют, что есть такой Мордехай. Да? Некто Виксельберг купил яйца Фаберже. В результате чего все остальные яйца естественно стали под угрозой. А кто его просил покупать православную святыню? Ну и множество других таких замечательных случаев, когда кто-то делает из евреев некий шаг, а все остальные становятся этим заложниками. И кто может помочь? Естественный ответ человека времени Филона конечно Бог. Филон говорит насчет Бога это не ко мне. И он вообще не рассматривает это. Даже как гипотезу. Это потрясающе. Это потрясающе. Он даже не рассматривает существование Бога. То есть наверное Бог где-то есть, он это даже не обсуждает. Есть праздник Песох, есть пост, но если есть пост, и есть праздник, и есть молитва, они же там молятся, то кому ты молишься? Ну так скажи! Нет! Вот это принципиальный момент. Он не хочет, чтобы мы надеялись на Бога. Вот о чем он старательно подчеркивает. У него же все с умыслом. Он не хочет, чтобы мы на Бога надеялись. Он хочет, чтобы мы сами не глашали. А в чем это выражается? В том, чтобы люди, которые казалось бы совершенно для своего народа погибли, такие как Эстер и Мардыхай, утратившие всякую связь вообще с евреистом, именно от них придет спасение. кто таким образом мог рассуждать? Только александрийские евреи. Ну а как же Бог? Чтобы у нас последних иллюзий не было, Он приводит потрясающую сцену. Не очень ловко сделанную билетристическую, билетристическую, билетрист слабый филон, но красиво придуманную как теологический замысел. поглядите. Киношный момент. Элементы киносценария здесь есть. Город это конец какой главы сейчас вам скажу. Город Шушан Сузы погружен во тьму. А конец третьей главы. Гонцы отправились быстро с царским повелением, объявлен был указ в Сузах в престольном городе, царя и царь Аман сидели и пили, а город Сузы был в смятении. Вот это великолепно, да? Это чисто киношный момент. город в полной тоске. Евреи плачут, кто-то не верит, кто-то говорит, это фигня, ну перестаньте, не может быть. Кто? Наш царь? Добродушнейший мужик, веселый бухарь. Вы что, не помните его? Как он мог такое издать? Аман, умница, государственный деятель, при нем собираемость налогов возросла в 16-й год. Как он мог такое написать? Перестань даже провокацией херни. Кто-то боится, кто-то молится. Одни говорят, о, наконец мы грабанем жидов. Другие, кто поумнее, говорят, с них начнут, а завтра будем мы. А как сочувствуют армяне, индийцы и все остальные некоренные народности в Лоскутной империи 127 народов. У всех смятение? А если это правда, кто будет следующий, как быстро? Вот откуда смятение в городе Суза. То есть никто не спит, да, как в песне, тихо в лесу, только никто не спит. И наверху, среди полного смятения, непонимания, потому что рухнул привычный ход вещей. Все же считали, что мирная процветающая страна, и тут зарево абсолютно дикой кровавой стихии. Как окровавленный нож взошел друг над городом. Да? И на этом фоне в башне освещенное окно Аман с царем сидят друг напротив друга. Ну полно, полно, вы наливай себе. А! Все оказывается бухает и смотрит как оно по всему. Красивый ход. Один из немногих билетеристических красивых ходов здесь в этом тексте. Но далее смятение смятение царь посылает вернее Мардыхай посылает сфере сфере говорит не, не, не пойду. Ну боится. Он говорит а ты думаешь ты спасешься потому что никто не знает кто ты покроет. Иди она скрепляется тоже очень такой красивый психологический эпизод. Человек обычно не идет сразу на самопожертвование. Она может погибнуть потому что если она не звона к царю она зайдет а царь нахмурит брови и конец сразу. Но она идет тем не менее царь протягивает к ней посох все зовет царя сама на пир царю мне кажется это странно причем она как идет она с двумя служанками оперлась на одну как будто бабненьки. Где вы это взяли? Это первое. Секундочку глава стих не мы уже все знаем так Надюша как аудитор проверяй первое на третий день а свирь оделась по-царски стала она кстати она постилась перед этим пост красит женщину? Ох не думаю не думаю и стала во внутреннем дворе царского дома перед домом царя царь сидел тогда на царском престоле в своем царском доме прямо против входа в дом когда царь увидел царицу стоящую на дворе она нашла милость в глазах никаких это для дупых для дупых это не для дупых это сознательное гнусное шарлатанство в хорошее время отец Игнатий правда у нас были средства отец Игнатий вы поинтересуйтесь мы вам доложим Надюша напишет письмишко этого человека надо найти и было такое замечательное в инквизиционном ассортименте такое вывид наказание сжигание по частям слушайте какая прелесть и положил царь скипетр на шею и поцеловал ее и сказал говори мне и она сказала я видела в тебе господин как бы ангела божия испутнилось сердце мое страха перед славой и подтик ты господин и лицо твое исполнено благодати и во время беседы она упала от ослабления ну какая прелесть я где-то так все ищите и простер царь кисфере золотой скипетр который у меня это вот я не знаю я не помню откуда это ну македонянин ясно я бы посоветовал такому человеку взять хороший псевдоним типа хрен маржо так никак не меньше положил на шею ну ладно окей в общем она зовет их на пирс теперь смотрите положение мордыхая самое хреновое пир один пир втал ничего не происходит виселица уже есть да уже виселица уже для него сооружена и он понимает что он завтра будет на ней болтаться он сидит в куче пепла во вретище все плачут кто-то подходит к нему из своих же евреев говорит мордыха ты должен был нас спасти блин хотя само завтра появится на кого же нам надеяться полное отчаяние и ужас да он в самом низу реально физически да он абсолютно да он сидит мордой вниз поднимет собственные испражнения пепел и алмаз на нем это вредище он воняет он не мылся он думает хоть таким образом заслужить перемену судьбы и идет аман смотрит на него сверху и говорит ты не переживай ты завтра будешь вверху это ты сейчас внизу да вот так переменится судьба но реально реально наверху аман он полностью наверху а мордыха полностью внизу вот они в такой ситуации полярная кто может их переменить никто потому что мордыха все свои ресурсы исчерпал козырным тузом его была племянница не работает пока поглядите тут важный ход качели судьбы да вот так как и лекция названа вот значит наверху аман внизу мордыха и вдруг все меняется на следующий день без всяких видимых причин мордыха наверху физически он на царском коне в царском одеянии аман внизу он ведет коня под усы как простой конюх и кричит вот как делают человек все меняется полностью причем люди даже не понимают из-за чего это произошло как чувствуют себя жители этих суз простые там всякие перси армяне евреи греки в полном как же так мордыха вчера был висельник все были приглашены на его казнь сегодня он 25 метровая виселица сидит и вдруг он царском коне аман всесильный великий визирь ведет коня как слуга под усы что за хрень случилось из-за чего то есть люди не понимают ни причины первого указа зверского ни причины второго они не понимают причин такого поворота события дальше еще через какое-то время аман с сыновьями и женой на этой же виселице которую он готовил до мордыха а мордыха и первый царский советник они полностью поменялись в течение суток а что произошло царь без а выспался да царю не спалось но конечно ему просто не спалось но здесь делается сознательный акцент на том что в этих событиях никакого реального рационального обоснования рационального обоснования никакого нет что мордыха провел гениальную комбинацию нет нет аман как-то лоханулся в чем абсолютно все в руках случайности все а если бы он спал если бы не было бы сжоги метеоризму и он бы спал спокойно как все ночи то ничего бы не было все бы так и продолжалось но вот именно в эту ночь так случилось и какие колоссальные последствия из столь ничтожных причин а мы уже это видели какие огромные последствия из ничтожных причин могут возникать так что такое наша жизнь а мы все ищем закономерности мы говорим ой исторические закономерности книжки люди пишут по социологии по всем делам он пришел книжки что Мордыхай спас ему жизнь да спас ему жизнь когда был заговор да такая поминальная книга о чем там еще ну чтобы отвлечься от изжоги да и вот он а тут пришел Оман ни свет ни заря ну может он рановато пришел а может он всегда так приходил приносил царю рассольчику меду с лимоном конечно и он должен сказать как вы чувствуете нормально сейчас чуть-чуть вы не переживайте я государственные дела решу вы полежите еще да потом в горе все классно но именно сегодня он не попал в фавор кто бы мог себе представить и когда Омана спрашивает что делает человек который царь хочет отличить он думает ну естественно о ком царь может спрашивать как не обо мне я уже царице дважды зван а царю попадает вожа под хвост нах так вот ты как о себе понимаешь а зачем ты пришел так рано они с ножом под полой во кого ты метишь а ну давай ка ты своего ненавистника покатаешь и без всякой причины он опускает и унижает своего вернейшего подданного и лучшего из слуг амана и зачем он для чего он возвышает мардыхая он еще не знает он не знает что мардыхай такой замечательный хороший а кроме того поскольку он евреем не может быть другим царь абсолютно все равно он хочет просто аману сделать побольнее и вот все это случается и люди в полном недоумении тут хорошо сказано и город сузы был в смятении и в не меньшем смятении и мы и мы спрашиваем а как оно все бывает вообще из-за чего все происходит а в чем корни мировых событий тут приходят люди пишут ах офигительное по толщине учебники где все нам объясняют про закономерность и про экономию про социологию про политику полный хардипец их читать афилон не глупый еврей говорит ребята все это стоит одного выеденного яйца фаберже все это полная ерунда потому что мы никогда не узнаем подлинных причин событий никогда так же как жители суз не знали из-за чего вышел людоедский указ и не знали почему вдруг все так фантастически переменилось а что предлагается вообще сидеть на стойке и ничего не искать и не делать этого не предлагается это домыслы Софии которые нуля а тут он не предлагает он просто предлагает нам обуздать наши претензии по поводу того что мы можем все узнать и не одна так вторая теория все объяснит а по его мнению что это никакой не замысел Бога нет он отрицает идею вот вы правильно галочка угадали это именно он под это подкапывает я собирался подсказать следующей фразой это именно подкоп под идею замысла Божьего я говорил вам даже билетеристически неудачно а теологически конструкция очень сильная то есть это в противоположность всем остальным библейским книгам где Бог прямо присутствует в истории и вмешивается в историю а он говорит ни хрена не вмешивается и вот вам доказательства этого то мы же Господь отнял мы же говорили об этом мы же говорили в еврейском оригинале Бог сон бежал от глаз царя нет никакого без названия но у него присутствует во всех хронологических последствиях такое понятие как случай а что такое случай он же не говорит а случай это и есть случайность слепая игра сил как называется слепая в том-то и дело что они бросают когда определить вот тебе объяснение ну а кто сказал что это слепая ну а почему же не слепая ты думаешь Бог там этот если бы был Бог он бы мы сказали о это выпала шестерка потому что Бог если вам по любому выпадет шестерка но вам проще это принять когда она выпадет так вам сделают так что она выпала не 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 во первых что по любому выпадет никто не сделает в том-то и дело он говорит что мы никто не знаем что она выпадет все в руках слепого случая более слепого случая чем жребий нельзя себе представить Мы-то, конечно, не знаем. Так никто не знает, в том-то и дело. А эти самые умные, и Аман, и Мардыхай, на что умные? И они не знают. Но кто-то знает. Для автора никто. В этом такой экзистенциальный ужас от его произведения. Он утверждает, что никто не знает. Это его субъективная точка. Да, разумеется, это его точка зрения. Но она интересна чем? Она идет полностью в разрез со всей тенденцией библейских книг. В библейские книги говорят наоборот. Конечно, Бог вмешивается. Помолись получше. Веди себя хорошо. Вот этот, видишь, пострадал за свои грехи. А этот, видишь, получил по своим заслугам. А этот говорит, ребят, все фигня. Все слепой случай. Все жребий. Вот этот автор говорит так. Я не говорю, что это правильно. Автор так утверждает, да? Я просто вижу это немножко по-другому. Может быть, так ему кажется, что он так утверждает, но... Он именно так и утверждает, ему не кажется. Ну да, он так и утверждает, но, как говорится, нам кажется, что мы говорим вот так, а слышится это со стороны все равно так, как это слышится. Нет, это ты о разных вещах говоришь. Ты говоришь сейчас о другом. Для меня не различило понятие случай. Случай не может быть слепым. Случай не может быть слепым. Для нас он слепым. Закономерность, 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 самое лучшее слово. Которое мы просто не можем объяснить. Мы не знаем, как оно работает. И поэтому нам это кажется случайностью. Такая точка зрения есть. Вы меня неправильно поняли. Я не говорю про слово закономерность, которое мы не можем объяснить. Некоторые вещи не надо. Ты считаешь, что все определено? Да. Нет, ну это вообще не рассматривается. Автор считает, что, во-первых, далеко не все определено. Но и закономерности никаких он не видит. Он их не видит. Он считает, что Бог не вмешивается в историю. Что миром правит случайность, хаос, слепая игра каких-то неведомых нам сил. Которые лучше всего выражают жребий. Вот мы подбрасываем квадратик, да, этот кубик. Как он упадет? Хрен знает. Вот он так упал. А, все, народы вырезаются. А вот он упал удачно. Все живы, все здоровы, все смеются о благосостоянии и процедании. Мы думаем, о, это, наверное, из-за их плохого поведения. А тут из-за хорошего. А здесь это такая геополитическая обстановка сложилась. А тут иная. А автор говорит, ребят, все это фигня. Судьба подбрасывает жребий, а судьбу же не даром все народы изображали слепой. Слепая судьба. Она не видит все, что делает. И для нее как раз подбрасывание жребия это самое подходящее занятие. Она не руководствуется никакими резонными аргументами. Да, вот так выпало и все. Вот выпало так. И в этом смысле это очень грустная книга. Она завершается, там все нормально, вырезали 75 штук, с кайфом. Но конечный вывод. Что, в общем-то, и молиться-то бесполезно. Потому что если бы было сказано, Бог услышал их молитвы. Но этого же не было сказано. Вот что мешало ему вставить такую фразу? И тогда все сомнения бы исчезли. Но он ее не вставил специально. То есть он оставил момент о молитвах. Но ничего не добавил насчет того, что Бог молитвы слышал и на них как-то отреагировал. По-видимому, сам автор в это не верит. Но тем не менее пишет для Библии. Он писал просто так. Для читателя. Потом этот текст удивительным образом в Библию попал. Вот что потрясающе. Вот загадка, загадка. Да, вот это, вот теперь вы говорите толково и по делу. Вот это самый большой вопрос. Как такой текст мог попасть в Библию и кому это было нужно, кто мог бы в этом заинтересоваться. Я думаю, что когда обсуждались тексты, которые включать в канон библейский или которые не включать, то обсуждались, например, такие спорные тексты вроде этого. А вот если мы это включим, не будет ли это соблазном? А как люди подумают? И те, кто это определял, редакторы, в кавычках, да? Это, видимо, были люди исключительного ума, настоящие мудрецы. Они сказали, а не надо бояться. Потомки не тупее нас. Они разберутся. А вот дайте и такую точку зрения. Ничего. Авторитет Бога не поколеблется. Если кто не поверит, он все равно не поверит. А вот давайте изложим. Мы не боимся критики. Это аргумент высшей степени сильных, уверенных в себе людей. Мы готовы все выслушать. Как известно, критики боятся только те, кто уязвим для них. И мне кажется, вот они, вот эти редакторы, да, мудрецы, они именно таким критерием руководствовались. Ничего. Вот он так считает. Ну что? Давайте включим и такую книгу. Пусть и с такой точки зрения читатели писания познакомятся. А когда Библия сформировалась? Как канон? Да. Начала где-то во II веке до нашей эры. И где-то к концу первого нашей сформировалась окончательно. То есть уже не прибавляют, не убавляют? Ну уже с того момента нельзя было прибавляют. А на вас как данность? Как не только данность, а как священный текст. Как священный. Да, и люди воспитывались в убеждении. Многие до сих пор так считают. Что она такая была всегда. Но мы-то знаем, что нет. А почему пропали имена, кто составлял это? Вот эти редакторы в кавычках. Они специально. Они так понимали свой религиозный долг. Они не выпячивали себя, как люди современные, а маскировали. Вот, например, монахи, строившие соборы, или писавшие великие иконы, или картины. Они специально не называли своих имен. Они считали, что это страшная гордыня. Гордыня. Да. Они, наоборот, тщательно скрывали свои имена, понимая это как свою заслугу в смысле скромности. Хорошо. Кто отбирал? Откуда мы знаем, что это не просто переписчик, а именно команда? Нет, ну это понятно, что не просто переписчик. А как? Что она составлялась? Из характера. Во-первых, мы знаем, какая была полемика. Это зафиксировано. То есть где-то зафиксировано? О, конечно, масса документов. И как люди пропихивали свои книжки. Ну, в смысле, свои, не которые они написали. Да, в смысле, вот, были лоббистами определенных текстов. А кто-то говорил, нет, это не пройдет. И как книжки зачисляли в так называемые апокрифические. Вносили в канон, потом выводили из канона. И мы эти книги все апокрифические, почти все, можем прочесть. И убедиться, что они ничуть не хуже этих. Но апокрифических статус человеческих писаний. А у этих статус божественных. Вот такая вот штуковина. И эту полемику мы как раз четко можем отследить. И в еврейской Библии, и в христианской. Больше того, этот совет, это был постоянно действующий орган на протяжении пару сотен лет. И туда избирали лучших. Там ни бабки, ни знатность не имели никакого значения. Только интеллект и начитанность в писании. Это были лучшие из людей. Но смотрите, какой был их уровень. Были офигительные люди. Они даже не боялись. Они не боялись никакой ни критики, ни оппонентов. Это же явное оппонирование. Ничего. Они и это включали. Что были очень большого ума люди. И большой смелости интеллектуальной. Вот это удивительный такой урок. Да, вот этой книги. Наряду со всем прочим. Наряду со всем прочим. Значит, смотрите, какой любопытный текст. Белитеристический, не самый лучший. Но это же не профессиональный писатель. Нет. Нет. Но характер и есть. Но если это поставить, например, в кино, ну это будет ужасно. Ходульнейшая мелодрама. Такой сладень. Вот. Царь такой. Ну, нереальные персонажи. Абсолютно. В отличие, например, от персонажей книги «Бытия», которые все живые, да, и с слабостями, и с сильностями, да. А тут, ну, какие картонные. Но идея, это писал, конечно, не профессиональный писатель, очень хорошая реплика. Это писал философ. И более того, теолог. То есть для него была важнее не красота сюжета, да, не правда характеров. Не приемы литературные. Для него была важна теологическая конструкция. Он ее сделал. Сделал очень крепко и очень неожиданно для людей. Я думаю, что книга многих смущала. Что сделали другие мудрецы по поводу праздника? Христиан эта книга не смущала, но и сфири, и сфири, ну и хрен с ней. А для евреев был большой соблазн. Потому что евреи все время спрашивают, а что же нас везде не любят? Настанет ли время, когда нас будут меньше не любить? Или там все полюбят и будут нас сылать диафрагму. В чем причина? Они все время пытались в этом разобраться. А потом эта книга, когда евреи ее читали, евреи читали внимательно. Они начинали задавать себе вопрос. Блин, так а как же Бог? А Бога, может, и вовсе нет. А прав этот, ну пусть не все знали про Филона, но этот неизвестный автор прав. Как быть? Что сделали другие, следующие мудрецы уже в средневековье? Отбор-то происходил еще в античности. А средневековые мудрецы сказали, вот блин, люди начинают читать эту книжку и задумываться. Что делать? Но мы же ее из Писания не выбросим. Как сделать, чтобы люди перестали задумываться? Налить. Налить. И они сказали, слушайте, а вы знаете, с каким праздником связано эта книга? Нет. С праздником Пурим. А есть такой праздник еврейской традиции. Кто-нибудь сталкивался с праздником Пурим? Я слышала. Что вы слышали о нем? Кроме Катюши, которая их профессионально изучала и профессиональный Пуримист. А кто из вас что слышал о празднике Пурим? Нет? Ну как же. Есть песня Пурим, скоро глянет Пурим. Что пьянется пить надо. Как надо пить? Да пьяна. Точно. Это самый необычный из всех еврейских праздников. Еврейские праздники обычно очень строгие. И все с мелочной регламентацией. Вообще иудаизм религия, пытаешься все регламентировать. Ну буквально все. Например, на праздник Песох, который был недавно, да, перед Пасхой. Ну откуда и Пасха-то. Четыре бокала вина. И не дай тебе Бог выпить пятый. Убьют тебя прямо на пиру. Причем есть ты можешь на пиру. Не то, что тебе нравится, как мы ожидаем от пира. А мне вот этого красненького по-хрен. Там есть четко определенное блюдо. И их в последовательность надо хавать. И никого не любят. Это не важно. Сиди, блин, и делай, что нужно. То есть еврейские праздники таковы. Там нет разгула. Здесь первый праздник, единственная в еврейской традиции, когда предписывается нажраться. То есть не то, что выпить, а напиться так. Это сказано, да? Как свинья. Более того. Как вообще, как шандыбин. Да. Вам известное выражение? Лохматить шандыбина. Это означает среди студентов есть такой оборот. Говорить о политике. Вот сукина. Ну с этим народом невозможно работать, да? Хорошо, Гада. Так вот, напиться надо до такой степени, чтобы не различать фразу «Благословен Мардыхай» от фразы «Будь проклята, мам». Ну как их? Мы уже не различаем. Сколько надо выпить? А есть вот время, когда этот праздник будет? Конечно, да. Я вам скажу, когда оно будет. Он уже прошел, к сожалению. Но в следующем году мы его отметим как следует. Да. В этом же составе. Ну, конечно. Есть такая заповедь. Митсват Пурим. Заповедь Пурим. И она жраться до полного освинения. Вот. А он правда на свечу? Все прям лежат? Орут, кричат, веселятся. Ну, лежать нет. Лежать тоже не нужно, да. Надо ходить, да. Ходить, орать песни. А зачем? Это неспроста делается. Другой момент, который этот праздник отличает от других. Его отличают три момента. Второй. В синагоге положено вести себя очень строго. Не говорить, пока не спрашивают. Вставать, когда нужно. Сиди, молчи, читай, слушай. Нельзя шуметь. Даже детям, там же специальные какие-то есть меры, чтобы даже не с кем оставить детей. Ты их привел. Чтобы, значит, как-то их урезонить. На этот праздник не только разрешается, но и предписывается в синагоге шуметь. И выдают даже детишкам такие трещотки. Они их там хринячат. Это неприятный, ужасный шум. Значит, орать, кричать. Когда? Когда читают книгу Эсфирь. Как за раз, когда упоминают Амана, они начинают кричать и шуметь. Такое. И третий момент. Еврейская традиция отрицает театр. Нельзя переодеваться. А какой театр без переодевания? Что это будет за театр? Но запрещала традиция столетиями переодеваться в одежду другого пола. Это страшное преступление. Поэтому театра у евреев не было. А у христиан был. Евреи, конечно, завидовали. Потому что театр, видишь, классно. Да. Но нельзя. Но один раз в году можно. То есть Пурим это день, когда все можно. И на Пурим устраивались специальные спектакли. Пурим шпили. Ну, такие пуримские представления. Шпиль играть по-немецки. Ну, в принципе, надо играть на мотивы книги Эсфирь. Но можно очень широко толковать. Значит, можно пердеться. Можно надевать маску. Можно устроить карнавал. Можно веселиться. Можно пить вино до смерти. Можно шуметь, орать в синагоге. И можно устраивать театр. То есть те вещи, которые категорически нельзя. Они готовились еще и как. И это их очень радовало. Конечно, такое понимание Пурима произошло от карнавала. Это тоже ясно. От римских карнавалов. Но еврейские мудрецы вложили немножко другой смысл. Они сказали так. Вот народ весь год живет в строгости, в запретах, в законах. Один раз в году можно отвязаться. Как писал Амар Хаям. Он писал про мусульман. Но в этом смысле все народы одинаковы. Воздержание узду и намордник намаза молитвы Светлый праздник Господень снимает со сла. Это изумительно. Значит, позвольте, да? А когда это тебе? Пурим? Каждый год по-разному, но всегда весной. Всегда весной. Где-то за 2-3 недели до Песоха. Всегда весной. Обычно в марте. Обычно в марте, да. А время поста или нет? Какого поста? Наверное. Но я уже когда создавался Пурим, никакого православия сроду не было. И про пост никто не слыхал. То есть пост был, но это был пост еврейский пасхальный. А еврейский пост сутки. Нет более длительных постов, чем сутки. Длительные посты выдумали монахи, потому что у них не было других занятий. Да, у евреев не было монахов, но каждый день работать. А если поститься, так извини. Поэтому пост сутки. Но еврейское понимание поста, ну какое? Сутки, но строго. Вообще не есть. И даже по возможности не пить. Но всего сутки. Потом все и вперед. И возвращаешься к прежним делам. А на сутки-то можно быть. Ну, реально, конечно. Не месяц, не несколько. Поэтому насчет поста это потом наложилось. Это потом наложилось. Там были и большие страсти. Ну, это как-нибудь, не знаю, расскажу вам. Так он один день или два? Отдельно. Кто? Пурим? Пурим два. Два. Да. Один день пурим, а второй шашан пурим в городах, окруженных стеной. Что это разница для городов и для сельской местности. Что типа в городе там били два дня, а в сельской местности водители. Один, да. А потом на следующий день же плохо. Плохо. А надо еще выпить. Не надо только вот это уходить в тоску и в дисфорию. А выпил еще и нормально. И очень даже хорошо получается. Но после двух дней все. Значит, вот видите, какая тут интересная штука. Это праздник карнавальный, веселый, такой абсолютно плотский. А это тоже обязательно праздник? Если не хочешь пить, все равно должен? Ну, уже для мужчин, да. Женщина может посидеть, понюхать пробку, а мужик должен влить в себя сколько... То есть это прям как тоже обязалов? Обязательно, да. И несчастные, я видел, люди, которые с роду не бьют, они у меня спрашивали, как там, в какой последователь. Я говорю, все будет нормально. Да. То есть без привычки раз в год. Это тяжело. Надо тренировать организм. Я им все время это говорил. Что же вы сейчас-то спохватились? На охоту ехать собак кормить, да? Сейчас поздно, ребята. Надо было раньше. Посмотрите на меня. Да, я бодрый, весел. Что это мне ваш литр? Тьфу. Вот таким путем. Надо тренироваться было. Такие дела. Но тут вот в чем штука. В самом деле и маска карнавальная. Тут ведь в карнавале что привлекло мудрецов? С чем им театр? Театр не любили еврейские мудрецы. Они его не понимали. Так и не поняли. На самом деле. То есть это совершенно греческая традиция. Она вышла в христианство. И для евреев было непонятно. Но им понравилась в карнавале и в театре одна идея. Маска. Потому что за маской, за личиной можно спрятаться. А вы помните, это, по-моему, из обыкновенного чуда, да? Да. И когда стихает сказка, а потом спадает маска, а за ней еще одна. А за ней еще одна. А потом еще одна. Вот эта идея очень нравилась. Потому что мир есть огромное количество сменяющих друг друга личин. Ты думаешь, ты снял маску и ты добрался до лица? Ах, хрень. Это очередная личина. Вот эта идея мудрецов очень грела. Ради этого, ради того, чтобы это сказать на проповеди, они допускали даже карнавальные бесчинства. Вот эта идея очень глубокая. Опять-таки, все не так устроено, как ты думаешь. А, ты сорвал маску и обратно. А, ни хрена, это такая же маска. И ты никогда не знаешь, где будет последняя. Больше того, ты не знаешь, что ты увидишь. Ты же так стремишься. А когда ты увидишь, боже ты мой, так что ты уже лучше на маску смотри. Это будет веселее. И удовлетворяйся личиной. И еще один момент. Праздник Пурим вдохновил Франсуара Бле, сочинителя колоссальной книги, которую, по моим наблюдениям, никто не читал до конца. Гаргантюай и Пантагрюэль – это невозможно. Это совершенно больная фантазия. Но в выдержках она так ничего. Чем она заканчивается? Там эти герои, все эти панглоссы, Гаргантюай и прочие, они ищут смысл жизни. Им говорят, смысл жизни в чем? В бутылке. Есть некая великая бутылка, ее надо найти, и она откроет все секреты бытия. Они, блин, преодолевая офигительные приключения, не забывая про это, выпить, закусить, потрахаться, погадить, обсудить вопрос, чем лучше подтираться. И, в общем, ведя исключительно духоподъемные разговоры, более тошнотворной книги, чем Гаргантюай и Пантагрюэль, я не встречал. Даже инструкция на бойне, она романтическое стихотворение, по сравнению с этим дивным сочинением. Вот такой был парень рубля. Они находят эту бутылку. Такая здоровая бутылка в человеческий рост. И она говорит. И они просят ее, молят, бутылка, мы столько шли к тебе, нам столько предали. Скажи нам, пожалуйста, так, что делать? В чем смысл жизни? Бутылка молчит. Они думают, блин, столько и пти. А как же мы теперь? Ну, скажи, пожалуйста. И бутылка наклоняется к ним и говорит им, тринг. Ну, то есть, дринг. Что означает? Пей. Пей. И в этом смысл жизни. И не парься. Вот такая неожиданность. То есть, тогда праздник Пурим в сочетании с очень хитрой книгой Исфирь получает свое законченное завершение. Для человека, который задает вопросы, вернее, начнем с того, кто вообще не задает вопросы. А как, что? Это все классно. Ты пришел, текст прочел, покрутил, трещотку все на дуге. Молодец. Ты исполнил запад. Единое. Другой говорит, минуточку, тут есть вопросы, у меня куча, да, вы задавали множество. Спокойно, выпей. Он говорит, не, ну я выпил, у меня еще, еще выпей. Ребе, вопросы не исчезают. У меня такие-то и такие-то экзистенциальные вопросы, как Бог и Судя. И выпей еще. А как горче, то ты пробовал спортвейном? Сразу убивает на пол. А с вопросиком на следующий день? Следующий день? Или через дом расчет? А через недельку? Конечно, вопросы от бухла не исчезают. Это вопросы для, это ответ для тех, выпей. Для тех, так вот этого ответа достаточно. Таких очень много. Выпей нормально. А для тех, кто задает вопросы дальше, Когда выпить уже и нельзя. Когда это не помогает. И как бы, есть люди, которые сколько бы они не выпили, да, как пьян да умен, два угодья в нем. А для тех, серьезный разговор. И о том, как мир устроен, что-то есть, несколько личин подряд. И о том, как в мире не так все происходит, как мы думаем. И о том, как бывает с закономерностями, которые мы выстраиваем, и с нашей верой в науку, в науку с большой буквы, которая вся использует закономерность. И в том, как реально все это может отличаться от действительного положения вещей. Вот. Вот для них вот такой ответ. Такой ответ. И он, ну, есть варианты его. И мы их с вами искали, да. Например, ответ на вопрос, так, а когда же исчезнет антисемитизм? Какой следует ответ? Никогда. Никогда. Этот ответ тяжелый, но он, отсюда вытекает. А что же лежит в основе этих? Иррациональные вещи. Иррациональные, которые не могут быть разумом поняты. Ну, то есть, но что-то по-любому лежит в основе. Ну, если бы не лежало, так оно бы и не стояло, как известно, да? Конечно, да, лежит что-то, нечто, да, но что? И однозначно, это не экономические причины, и не зависть, это все тут, Ну, понятно, а по-видимому, нечто иное, какие, ну, как одно из объяснений, которое я слышал, и кажется мне интересным, теологическое такое. Евреи народ свидетель, свидетелей никто не любит. Есть даже программа защиты свидетелей, но и свидетели часто, они боятся говорить правду, боятся, но и надо сказать. И вот, когда ты боишься, тебе говорят, давай, блин, ты должен, и он говорит, его не любят, бьют, могут убить, но говорить нужно. Чему же свидетельствуют евреи? Того, что есть Бог, что Он есть, что Он существует, Он никогда не покидал эту землю, Ему есть дело до нас, и договор, завет, который Он заключил с народом, жив сейчас, так же, как Он был жив тысячи лет назад. А люди хотят это забыть, потому что, если нет Бога, то лучше жить, проще, свободнее. Как говорил персонаж Достоевского, если Бога нет, все позволено. А евреи говорят, не, 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 так не выйдет. Не, ну, мы говорим, что Бог есть, в сути, что Вам, блин, не живется? Но это имеется в виду раньше, да? Не, всегда. Но сейчас же все... Однозначно о том же самом. Есть евреи, которые говорят, что и вообще все равно, а есть неевреи, которые говорят, что есть... Это не имеет никакого значения. Не имеет никакого значения. Все равно потом все возвращается к тем же делам. Всегда были такие евреи. А в Александрии две тысячи лет назад не было их. Было все то же самое, только они одевались по-иному. И говорили не на русском, и на английском, как мы сейчас, да? На двух великих языках, а на греческом и на латыни. А принципиально все было то же самое. Такие-то дела. Так что вот... То есть все равно будут ненавидеть еврея, нежели какого-нибудь поляка, который утверждает все то же самое? Поляк нахрен никому не нужен. Кого интересует поляк, кроме украинца, русского и белоруса, то есть непосредственной границы? Кому он нужен поляк? Кто его знает? Это поляк, вот он один. А если говорить евреи, он воспринимается как часть народа. А поляк, ну это говорит одно, это другое, все. А вот если говорить евреи, он представитель вот этого народа. Иванович Хаймович совершили преступление. В газетах пишут, вор украл какую-то сумму. Украли каждый по 50 тысяч условно, да? Вор украл 50 тысяч. Значит, еврей украл! У нас 50 тысяч. То есть на еврея сразу переносится как бы ответственность за все его племя. За все. Да. Да, чего нет, конечно, ни у каких поляков, ни у русских, ни у китая. Ну, только у цыган такое есть. Да, у цыгана, кстати. Ну, цыган, да. Той же народ, которого не любят и гонят. Но посоветит цыган, все это на евреев. Вы видели цыган генералов, профессоров? Я как-то не... Таким путем. Да, вот такая вот штуковина. Поэтому евреи на такого рода комментарии очень тяжело реагируют. Им не хочется думать, что антисемитизм будет всегда. Они думают, ну как же интеллигенция, а как же Пушкин, Толстой? Ну, там вот хрен. Уж, казалось бы, в Германии какая культура? А между тем, где возник нацизм? Это горькая констатация. То есть, эта книга, она учит смотреть правде в глаза. А взгляд этой правды не каждый выдержит. Но вот... Зато предупрежден и вооружен. Но такие вот ответы для тех, для кого выпить, да и закусить, не является достаточным. Кто ставит вопросы и дальше, и после этого. Вот так, мои дорогие. Какие вопросы у вас по книге «Исфирь»? Что, моя дорогая Светочка? Спроси, моя миленькая. Я для тебя все повторю. Скажи, спроси, спроси, Светуля, ну, пожалуйста. Причина антисемитизма у меня была очень интересна. Причина антисемитизма, Светочка? А ты тоже имеешь отношение к этому? Я вот думал, хотя бы ты... Как? И ты... Я почему спрашиваю, так деликатно это? У меня... Да, Светочка. Светочка, причины, как думает автор этой книги, я с ним согласен, они не рациональны, они иррациональны. Причины в иной плоскости, в теологической. Например, в том, что евреи народ свидетель. Евреи свидетельствуют своим существованием о том, что Бог есть, а люди хотят это забыть. А свидетелей никто не любит, они везде излишни. Свидетели хотят все убрать. Свидетели специально охраняют. Да? То есть вот в этом миссия народа. Народу тяжело эту миссию нести, он хочет от нее отказаться. Не надо, я уже не еврей, ни хрена. Они найдут и заставят. Найдут и заставят. Потому что именно в этом миссия народа и есть. И ни один народ, кстати, не может уклониться от данной ему Бога миссии. Если народ, Бог это приказал, то народ это делает. Да? У каждого народа есть миссия. У русского народа в чем миссия состоит? Совершенно. Соединять Восток и Запад. Конечно. В этом смысле это исполнение заветов Александра только на совершенно других территориях. Народ выполняет эту миссию? Да. Надеваться. Куда? И надо уклоняться, продавать Китай, Китаю там территорию. То есть это твоя функция. И будь любезен. Держим. Да. А как? Будь достоин своей миссии. И будь достоин лучших людей своего народа. А как же. То есть у евреев вот такая миссия. Но это тяжело. Потому что ты никогда не будешь нигде мил. И всегда будешь гоним. И для многих евреев это тяжко. И они хотят как бы вот всячески показать, что они уже ужасно русские, американцы. да, если они внедряются в чужую культуру. Тогда их начинают не любить еще больше. А что ж у нас? Что не возьмешь? Режиссеры все жиды. Художник. А что такое? Захватили все? Да. Они начинают обособляться. А что ж это жидов? Не интересует наша культура совсем. Вы смотрите, они вообще ничего о нас не знают. Но именно так и должно быть. То есть, если к этому здраво отнестись, то именно так вот все и должно быть. Это такой замысел Господень. Но замысел кажется тяжелым людям. И они хотят от него уклониться. Эта книжка лекарства некое, противоядие, о том, что ты как бы быть мужественным, не уклоняйся. Такая миссия. И старик на тебя возлагает ее. Ты будь любезен. А есть варианты, почему именно такие миссии на такие народы? Почему свидетелями оказались евреи, а не... Не знаем. Почему? Мы не знаем. Пророки говорили, что Бог непонятно, за что евреев на эту миссию избрал, но мы видим факт. Они живут четыре тысячи лет, никто столько не живет. А не случай ли это? Ну, какой тут случай? Я не верю в случай. Я считаю, что здесь автор, конечно, ошибается. Нет никакого случая. Я думаю, что есть замысел Божий. Есть замысел Божий, безусловно. Почему и что он там замыслил, непонятно. Он пока не рассказал нам почему. Но расскажет возможно, но пока нет. Но мы видим факт, мы же видим результат. Нет факт, мы видим, и были кто неоспалив. Значит, а вот почему так, да? Ну, черт его знает. Вот греки, римляне, видимо, выполнили свою миссию. Тоже великую. И исчезли. Ну, исчезли. Нет уже ни римлян, ни греков. А у меня можно глупого? Ну, давай быстренько, любой. А антисемитизм, это ненависть всего народа или конкретных личностей? Нет, ну, когда конкретным личностям, когда там, сказать, вот, там, такой-то берет взятки, или такой-то идиот, такой-то дурак, некомпетентный. Но когда, обычно это не ограничивается этим. Говорят, вот из-за жидов мы так хреново живем. Надо уничтожить всех жидов, мы будем жить лучше. Вот это антисемитизм конкретный. Нет, только всего народа. Но чаще всего так и бывает. Чаще всего так и бывает. Или когда делается вывод, ну вы все, блядь, такие. То есть, когда напился Иванов, никто не говорит, все русские пьют, как свиньи. Минуточку. Говорят, делают такое же обобщение, да, но такое же правильное, как насчет того, что, ну скажем, ну скажем, вот все евреи олигархи. Да? Они же тем, ну еще и как говорят. И, кстати, говорят с основанием определенным, что среди евреев много богатых людей, но много и очень бедных. Жуткой бедности людей, абсолютно. Да, такая штуковина. Например, я очень много раз слышал, это же разговоры, меня может задевали, потому что отец мой воевал. Евреи, конечно, не воевали, они сражались за Ташкент, это, блин, все эвакуация, все это трусы, суки и так далее. Между тем, количество евреев, награжденных орденами, в пропорции, выше любого народа СССР. Втрое выше русских в относительных цифрах. То есть, если сравнить количество евреев и количество среди них орденоносцев, совершенно фантастические цифры. Ничего себе трусы. А количество генералов, но эту статистику, кроме Израиля, нигде не публиковали, потому что выгодно распространять миф о трусости. Но вот кто-то же это говорит, и люди верят, жиды воевать не умеют. После того, как жиды ломили арабам, говорят, ой, блин, так это же кровопийцы. Ты знаешь, что они творят? Ну да, то Израиль, но кто еврей? Так ювелиры, стоматологи, гинекологи. Торгаши, конечно, да, а тут они вдруг вломились, как, блин, так это людоеды. Вы слышите, что они делают с этими бедными арабами? Потому что у тебя арабов 450 миллионов, евреев 6. это, да? Это пиар. Это пиар. Это пиар. Это пиар. Они евро. Это пиар.